Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Становитесь спонсорами на ютубе, кнопка и ссылка под видео. Начатая неделю назад попытка главы биржи криптовалют Binance Чан Пен Джао с помощью слухов и одновременной продажи токена FTT сбить стоимость конкурирующей площадки, обернулась крахом FTX. В среду компания закрыла вывод средств, в пятницу подала заявку на банкротство. Совершенная Чан Пен Джао атака на биржу FTX обернулась просадкой капитализации криптовалют на 30% и обновлением годовых минимумов. Аналитики считают, что это лишь первая волна распродаж криптовалют. Инвесторы ждут публикации реальных масштабов проблемы. Ранее Bloomberg и WSJ назвали причиной краха FTX дыру в балансе компании размером от 6 до 8 миллиардов долларов. Эти средства принадлежали клиентам биржи и были незаконно переданы аффилированной компании Alameda Research, потерявшей большую часть на убытках от трейдинга и рисковых инвестиций в ходе криптозимы. Вчера все сотрудники этой компании уволились по собственному желанию в полном составе. Всего в состав FTX входит 134 компании, но банкротству подвергается только 130 юридических лиц. Владелец бизнеса Сэм Бэнкман Фрид покинул пост генерального директора, уступив место Джон Рай Третий, который прославился выводами с кризиса разорившейся также громкой энергокомпании Enron. Новый управляющий закрыл вывод средств клиентам из США, несмотря на предыдущие заявления Фрида. Владелец бизнеса утверждал, что FTX US не пострадал от кризиса, но 10 октября трейдеры получили уведомление о необходимости закрытия позиций. Вчера вывод средств был окончательно закрыт. Активами FTX Digital Markets распоряжается конкурсный управляющий Брайан Симс, старший партнер Ленокс Паттон по решению суда Багамских островов первым заморозившим активы компании. Японский регулятор FSA стал вторым органом, заморозившим деятельность FTX Japan. Теперь филиал в срок до 9 декабря должны предоставить отчетности план возврата или возмещения всех депозитов клиентов. Министр финансов Японии публично поставил перед FSA задачу не допустить учащики криптовалюты за рубеж. FTX Australia официально не попало под процедуру банкротства решением Совета директоров, прошедшего без Сэма Бэнкмана Фрида. Компания решила назначить аудитора Искорда Мэнта, после финансового заключения которого открыть вывод средств клиентам. Сейчас криптоинвесторов интересует два важных вопроса. Размер финансовой дыры FTX. Как банкротство отразится на партнерах компании? Судя по представленным в суд документам, как утверждают инсайдеры, потери баланса составляют от 10 до 50 миллиардов долларов. Бывший руководитель отдела институциональных продаж FTX говорит о том, что только 10% из 8,8 миллиарда долларов средств клиентов на бирже обеспечены ликвидными активами. Софтбэнк открыто признался в потере 100 миллионов долларов, инвестированных в банкрота. Банкиры намерены списать пакет акций FTX в убыток отчета четвертого квартала. Криптоброкер Genesis, входящий в холдинг Digital Currency Group, сообщила о наличии позиций в производных инструментах. На обанкротившейся площадке размером 175 миллионов долларов. Материнская компания выделила 140 миллионов долларов, чтобы не допустить потерь в ликвидности на время банкротства. Курс стабильного токена SOBTC, обернутого биткоин, выпускаемого на блокчейне Solana, упал до уровня 4 тысяч долларов. FTX была основной площадкой, поддерживающей торги Soled. Обеспечительный фонд стаблкоина хранился на криптокошельках Alameda Research. Более того, руководитель FTX, Сэм Бэнкман Фрид опубликовал пост в Твиттер, состоящий из пяти частей. В нем предприниматель подтвердил, что подал заявление о банкротстве компании FTX и ее дочерних подразделений, включая американский филиал FTXUS. Также он принес криптосообществу извинения за сложившуюся обстановку. Примечательно, что буквально несколько дней назад Бэнкман Фрид сообщал, что положение FTXUS и ситуация с головной компанией никак не отразится на американском филиале.